Друзья, всем привет! Если у вас есть немного времени и вы хотите приготовить что-то интересное на завтрак, можете приготовить яйцо Бенедикт. В принципе, не особо сложное блюдо, которое подается во многих ресторанах, пользуется неплохой популярностью и, в принципе, не очень сложное. Берем два желтка, добавляем немного воды. Воды берем из расчета полторы-две столовые ложки на один желток. Хорошо все перемешаем венчиком до небольшой пены. Затем включаем плиту и мешаем до загустения. Соус должен загустеть до состояния густой сметаны. Когда у нас соус загустел, вливаем небольшими порциями топленое сливочное масло и хорошо все перемешиваем. Добавим немного лимонного сока и добавляем специи по вкусу. Немного соли и каенского перца. Если вы готовите соус в первый раз, очень важные правила есть. Во-первых, постоянно мешайте соус. Во-вторых, не держите на большой температуре. И у вас все получится. В оригинальном рецепте яйцо бенди готовится на булочке английский маффин. Он не сладкий, вы можете его купить в магазине. Но если у вас вдруг не оказалось под рукой таких булочек, либо не можете найти, вы можете свободно взять булочки для гамбургеров, либо тостовый хлеб. Тоже вполне будет вкусно. Обжарим бекон до золотистой корочки. Даже если вы не нашли ничего подходящего вместо булочек, можете взять самый обычный батон, потолще его нарезать и обжарить. В той же сковороде, где жарили бекон, обжариваем хлеб, либо булочки, что у вас есть. Тоже до золотистой корочки. Приготовим яйцо пашот. Посмотрите несколько видео, как готовить яйцо пашот. Яйцо пашот вроде бы легко готовится, но не с первого раза получается. А теперь собираем наш завтрак. Наш яйцо бенедикт. Берем булочку, выкладываем на него жареный бекон. Сверху на них яйцо пашот. И покрываем голландским соусом. Яйцо должно быть полностью покрыто голландским соусом. Соус нужно держать в тепле после того, как вы приготовили. Если вы его решите подогреть в микроволновке, либо на плите, он у вас пойдет хлопьями. Поэтому лучше держать в тепле. А теперь посмотрим, что у нас получилось. Субтитры делал DimaTorzok Я готовил его в первый раз. Яйца пашот тоже готовил в первый раз. Получилось, правда, в третьего раза только сделать нормальные яйца пашот. Это очень вкусно. Стоит своего времени. Поэтому готовьте. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Приятного аппетита. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok